вы в прямом эфире добрый вечер дорогие мои чуть опоздала но у нас гости было но все исправились успели если что извините за опоздание сегодня нас можно сегодня у нас хороший день праздничный долгожданный хотя не долгожданный чего я вру всего два года и у нас такая семья огромная создалась крепкая мирная любимая мои люди сегодня у меня округляло конечно это слово боюсь выразить миллион ой хотела сказать 200 значит у нас будет ну как сказать дорогие мои вы можете писать света рядом сейчас чуть-чуть я с вами пообщаюсь и светки приглашу и буду познакомиться как я женщина всегда мое слово держала всегда то что обещала кому что говорила всегда слова слова моего держалась поэтому сегодня я буду обязательно познакомиться конечно у меня сейчас одна светка рядом моя светочка рада моя помощница которыми вместе всегда с вами общаем а другой невестка покажу чуть позже чуть дальше еще что хочу вам сказать хочу сначала выразить мою благодарность хочу вас сказать что я не знаю как у меня то ли слова у меня не хватает то ли не могу подбирать такие слова чтоб вы чувствовали мою искренность чистой от души что хочу сказать огромное вам спасибо за это короткое время люди такие у меня подписаны что доверчивый любимый защитный вот защитный вот защищает мне до горло вот есть такие люди которые они мне так защищает что тем более те люди которые со мной уже общались знает мой характер искренне моя душа что я никакого хитрости нету никакой аферический вариант у меня нету никогда никого не уговаривая никогда никого не обижаю просто так когда мне не делать сильно больно больно поэтому хочу вам сказать низкий вам поклон из-за вашей поддержку за такой короткий время просмотра шикарные лайки необыкновенные безограничные цифры я сегодня моего сына говорю армей ты можешь показать как вот этот лайк где это лайкают люди где это конечно покажу я вам говорит лучше не смотри там безограниченно вот захочет хочу сказать вот эта минута которой вы мне дарите вот настоящий любовь да не просто так ах либо лайкать и все это настоящий любовь я всё это через экран все чувствую вы понимаете вот хочу сказать вот искренне низкий вам поклон то что вы не желаете то что вы мне чувствуете то что вы принимаете Понимаете, как свое, я когда рассказываю, да, есть очень много людей, это чувствуют на своей шкуре, говорят, а вы сами тоже все это прошли, поэтому очень много народу мне все понимает, самое главное, что хочу сказать, простить и любить друг друга, я очень многих прошаю, иногда такое было, что сами делали мне вред, и когда вижу человека и сама себе плачу, говорят, зачем вы сделали такой вред, что вы сейчас, я плачу для вас, страдаю для вас, они делали мне больно, но я за них все равно переживаю, самое главное в этом жизни, что иметь, прошать и простить друг другу, так что я вас очень люблю, благодарна Богу, что вы у меня есть, вообще у меня мечта не было, чтобы стать такой, как сейчас я есть, у меня мечта не была, чтобы, у меня, неужели у меня будет миллион подписчиков, это просто говорить легко, я очень много людей знаю, лет 10, лет сколько, 7, больше, но они миллион людей, у них нет подписчиков столько, я просто удивляю, и хочу сказать вам огромное спасибо, вы меня приняли как своего, поэтому у меня есть только подписчики, и спасибо моему Светочке, что вот так хорошо подача передает вам, красиво, не везде все красиво у меня выходит, это самое главное еще, подача красиво, как выставлять красиво, чтобы понравилось, так что, так что, дорогие мои, ах, вот как, а я думаю, ТикТоки видно тебе, а я пообщалась с моим семьей, и хочу потихонечку познакомиться с моим невесткой, моей красавица Светы, моя левая и правая рука, ну, и все-таки принцесса моего дома, и это она моя невестка, ну, у нас невестки принцесса, а я, а я кто? А королева. Вот она моя невестка Света, моя красавица. Я Света. Света моя. Приятно познакомиться, хотя мы уже знакомы. Да. Просто я была за кадрами, трясусь. Зачем тебе это естественно, моя хорошая? Так что у нас армянский такое слово, всегда вот надо семья крепкая, что Бог, когда семья крепкая, и еще знаете, что хочу сказать, как классно, я сейчас смотрю тех свекрухам, которые с невестками били вот так. Сейчас, Господи, дай ему, мне сила. Сейчас посмотрит меня, просмотрит нашу семью, и они становятся такие же хорошие семья. И со свекрухам отношения хорошие, и с невесткой общение хорошее. Говорят, что мы похожи. Да, мы очень. Сколько лет мы живем? 15 лет? 16. Во-первых, мы красимся под одной краской, мы красимся под одной помадой. Конечно, прическа. Я думала, она будет блондинка. Назад немножко, хорошо. Ну, конечно, у меня и доченька такая же, как у меня другая невестка, светленькая. Еще я вас обещаю, как обещать, чтобы исправить. Ладно, когда будет полтора миллиона, с другой невесткой тоже буду вам познакомиться. новая, но пусть она еще заслужит время, узнаем друг другу, хорошо, достойно, недостойно. Но я думаю, что достойно будет, потому что на нашу семью, если, конечно, человек хороший, у нас, от нас плохого они не увидят. Что хочу сказать? Добрый вечер, всем здравствуйте. Да, Светочка, еще почитай, чтобы мы не пропустили, не обидели люди. Привет, появилась Света, наконец-то. Да, да. Приятно познакомиться. Больше тебе, чтобы полностью ты видела. Мне и так не так, а что ты стесняешься? Ты себе чувствуешь? Я вот раньше стеснялась. А сейчас, это же моя семья, получать. Я же каждый день, даже если утром я выхожу, даю свет, ключи, говорит, а что, мам, ничего не готовить? Говорит, не обязательно. Давай, поздоровимся. У нас такая простая. Баривен Асуна. Бариватуру Асу Арачка, Асуна Арачка, поэтому, Свет, ты, я иду к тебе, ты дальше идешь. Ты иди ко мне. Я иду к нему, чтобы она видно выглядеть. И она дальше. Почему внук семь, если у Светы трое и у дочери трое? У дочери теперь трое. Будет Бог любит троица. Все должны рожать трое. Привет, Ленуле. Ленулечка, наша доченька зашла. У нас внука родила. У нас такой интересный внук. У нас после сорока, после сорока дней, покажу, какие трюки наши внук делает. Маленький, такой он умный. В общем, потом покажу. Сейчас еще нельзя. Сорок дней потерпим. Потом все покажу. Какой у нас красавчик. Ну, а теперь вопросы задавайте. Вот, Светка. Арменчик, ты хочешь здесь? Частливый вопрос. Мой жизнь. Кто по национальности Света? Ну, вот, смотрите. У меня папа метис. И мама метистка. И я смесь. Красавица. Какой? Армянский. Армянский. Она все понимает. Секретов не войнят, короче. Вот так. С армяном, если хотим что-то, она все понимает. Понимает все. Скажи что-то по армянски. Баривия по-армянски. Барив здесь. Или Бари Ерико. Бари Ерико. Арцерам, ты не стесняйся. А что стесняешься? Ты спрашивай, как есть? Как со мной разговариваешь? Они тебя слушают. Значит. Пропустила? Да, я пропустила. Ничего. Можно отлистать, посмотреть. Сейчас посмотрим. А она точно русская? Нет. Я же говорю. У него в крови и армянский кровь есть. И русская кровь есть. И белорусская. И украинская. Да. Такого только нет. Ничего страшного. Лучше сказать, чего нет. Нация здесь ни при чем. Самое главное, она хорошая девочка. Она воспринимает, как моя семья должна быть. Она любит моего сына. Сын любит его. Я его люблю, как дочка. Дочка каждый день рядом нету. Она у меня, как дочка. Когда я говорю, Светка, некоторые такие слова пишут. Почему не Светлана? Светлана, это когда ты читаешь чужая. А когда Света, это она моя. Я вот так читаю по-армянски. А если что-то не так, ну извините меня. Я не разговариваю. У меня нету тетя Руся или Светлана Сергеевна. У нас нету семьи так. Извините, некоторые семьи это принято. Дук Хов Хосала. Но у меня дома Дук нету. У нас свои. Дук, мы обращаемся. Вы, когда чужие люди. Ну она-то уже моя. У меня Света, это Светлана. Или Святой, или Света. Это Свет дома. У нас... А Светка, это своя в доску. Это... Я не знаю, у нас так было. Ну не знаю. Ну некоторые пишут, пишут. Но я не так уж обращаю внимание, конечно. Я не то, что... Не могу обижаться. Я наоборот, мне нравится. Ну я не знаю. По-разному. Ну, смотрите. Смотря как посмотреть. Может сказать Светлана и сзади сказать, чтобы твоя нога здесь не была. А лучше сказать Света и моя любимая. И везде Светлана или Света. И как родная дочка. У нас это не имеет значения. Сколько вам лет? Маме 57. Уже скоро 58. Мне 35. А моя дочка 33 годика. Она чуть старше моей дочки. Мы вместе выросли. Я молодая невестка пришла, когда мне было 19 лет. И вот уже 16 лет живем вместе. Света, а ты споешь сегодня? Ну, Света только армянский поет. Я пою только для мужа. И очень редко. Почему? Они меня заставляют пить. Чуть-чуть можно армянский. Я не певица вообще. А что, я певица, что ли, пою? Ты рожденный артист. О, я артист уже, она мне артист. Ну, я не знаю, у тебя есть вот это, чего... Мне как армянский, я люблю по-армянски, допустим, петь, а много не любят. Зачем испортить настроение людей? Давайте пообщаемся. Я и так, и так буду петь для вас потом. Кто по образованию Света? Такая грамотная речь. У меня два образования. Юридическое, бухгалтерское. Она у меня очень умная. Мои невестки все еще и образованные. Это образование не имеет значения. Бывает умный человек, бывает неумный человек. Я себя умным человеком не считаю. Почему не считаю? Зато я читаю. Почему не умная? Зачем ты так говоришь? Ну, знаешь, век живи, век учись. Уже не значит, что учишь. Сейчас мне какой-нибудь вопрос зададут, я не смогу на него ответить. Почему не умная? Ты очень умная и грамотная, еще и очень хорошо. Она пришла, у меня моя дочка в вещеобразование. Говорит, надо поступила, Леночка, в вещеобразование. А так Лена не хотела. Как вы выбираете имена своим внукам? У нас совместе. Жеребевка. Совместе. Мы говорим, кому что нравится, и выбираем. Особо такого нет. Сначала папа, на имя мамы. Честь папы? Честь мамы. Если есть матери, которые не хотят своих именем, чтобы внуки поставить, я таких матерев, сразу говорю, не признаю. И бабушкой не считаю. Я не люблю таких людей, которые не хотят свое имя. Допустим, а Света мне даже не спросила. Света мне, а Русик родила? Я спросила своего старшего. Девера. Чтобы он не против был. А он мне сказал, какая разница, а твое мое, я буду только рад. И все, мы так и назвали Русик. Если что, я тоже поставлю Арусик. Какая разница? Да, мама говорит, если меня любите, все назовете Арусик. Да, ничего страшного. Арам Асатарям везде же есть. И так же Арусик, Кавказ будет везде. Ничего страшного. Светочка, как внука назвали? Ленинова, наверное? А, наше Давид. Давидик. Давидик. Настоящий Давид. Сосунцы Давид. Покажите Света мужа вашего. Ой, Армен, иди сюда. Иди, красавчик мой. Ой, боже мой. Иди сюда. Это что за характер? Сюда иди. Он теперь улетает. Ух ты, убежал. Армен, ты всегда с кадром. Что ты? Армен, это мой муж. Подумаешь, не побритый. Сюда иди. Значит, ты мне не уважаешь. У нас так армянская семья. Если ты не идешь, значит, матерь и не уважаешься. Это вообще первый я вижу у него, что он идет. Что там написано? Так, о, Света. Так, когда в Москву? Ты в Москву собираешься? Да. А когда? Не так скоро, но приду. Приду. Ремонт надо. Нам нужно что, Света, скажи? Нам, а, нам нужен дизайнер. Нам нужно хороший дизайнер в Москве. По квартире. По квартире, чтобы... Делать ремонт. Ремонт и дизайн под ключ. Я оставлю номер телефона, если что, москвичи дорогие. Ну, хороший. Так что, Твитаруся готова для вас все. Я еще оставлю номер телефона, дорогие мои. Супруг, ты сегодня не в духе? Тебя просит. Армен, сюда иди. А, ну я не хочу сегодня. Это что за характер? Да, да, я бы сказал. А я сейчас перекручу и тебе покажу. Глосорянная. Тебе что, жениться, что ты не идешь? Я лечу. Глосорянная. Посмотри на его. Все, ты уже... Привет вам из Тольятти. Вас смотрю. Вы очень позитивная. Но у меня вопрос. В чем вы выращиваете выращивание огурцов? Не заметила. Это у вас ящик просто цветочный? А где ящик? В огороде что видели? Да, цветы посадила. И клубника иногда посаживаю весной. Я сейчас это... У меня нет места уже. Это был один момент. Я посадила. Сейчас уже трава сын посадила. Не трава, а как называется? З. Так. Армен, что это у нас трава в огороде сейчас? Всем привет. Ох, там кто просит. Привет всем. Это моя Света. Кто только зашел, дорогие мои. Тетя Арусев обещала. Покажет миллион. Я, конечно, хотела чуть-чуть потянуть. Потом думала, не надо потянуть. Давай сегодня я это покажу моей красавице-принцессе. А потом разберемся. Обещала, значит, буду делать. Так. Мы живем все вместе. Не все вместе. В большом доме с тобой. Мы, Армен. Это семья одна. А еще я старшая семья. Сын у него свой дом, квартира. Дочка отдельно. И дочка отдельно. Но. Я как старшая без мужа. У меня мужа нет уже 22 года. Я. У нас такая обыча. Живет с младшими сынами. И Армен у меня младший сын. Хотя первая женилась. А Гарик старший сын. Но как я без мужа, для меня мои дети все одинаковые. Да, большинство я здесь, много здесь. Но я буду и там, и там, и там. Но гнездо у меня здесь. Вот. С Арменчиком. Какие детям? Старший сын у меня уже 38. Кто обещал коньяк взорвать? Кто обещал коньяк взорвать? А что проблема коньяк взорвать? Давайте не в кадре, потому что в прошлый раз нас заблокировали. Нет, нет, мы коньяк сейчас не взорвем. Кто хочет за нашу душу, пожалуйста, откройте. А сегодня мы общаемся. Ни коньяк, ни шампань. Не будем взрывать. Взорвать или взрывать. Что еще? Изначе терпила? На концерт Арменчика Света была же с нами? Нет, это не Света была. На концерт Арменчика была моя невестка была, но невестка в первые ряды не пришла. Она там наверху с мужем была. А со мной был мой врач, который... И мой заместитель. Блефаропластик. Блефаропластик делала мне. Она и в Москве работает, и работает в Пятигорске. Кисловодске. Кисловодске. Поэтому так получилось, что я его взяла и показала, что такое Арменчик. Мы обещали песню с Петером двоем. Ну, мы еще успеем песню петь. Главное, вам показала мою Светочки, моя красавица. Волосы длинней, красивей. Мы подстриглись. Фигура тоже хорошая. Но не моя фигура, точно скажу. Это сколько по-армянски? Сейчас будем что-нибудь попозже. Сколько твоим детям, старшему, Гарику? 37 уже, 38. 38? Да, Армена 36. Если Армена 36, значит Гарика 37. Значит ему 37 в этом году. Гарику 38. Ага, 38. Леночке 33. Запомнить хорошо. 38 Гарику. 37 Армену. 33 Лена. 5, 36 мне будет скоро. 33 Лены. 34 Артуру. 33 Лены. У нас каждый по году идет. Мы по годке все. Как будто все брат и сестры. Вот такие. Как будто ты нас каждый год рожала. Да, да, да. Вот такая у нас семья молодая, красивая. И невестки красивые, и зятьи у меня красивые, и внуки у меня все красивые. Я сказала, будете рожать некрасивые дети, я не буду любить. А они все красивые рожают. Пусть попробует рожать некрасивые. Так, смотри. Даже муж подписался на вас. Чем муж? А у меня у детям 14, 12 и 7. Старший у меня сынок Араик, это мой сын. Аруся с длинными волосами, девочка моя дочка. И младший Арманчик, который у нас вечно пачкается. Он работник сельского хозяйства в будущем, да? Да. Это папа. Да. Света, ты не спрятайся, иди сюда. Да я не понимаю. У меня уже места нету туда идти. Да. Угу. Ты вот так. Угу. Тябни. Угу. Будем здесь сидеть. Да, почитай, читай, люди там пишут. Смотрю, и настроение поднялось. Какие вы позитивные. А на концерте Арманчика с вами Света была? Это по второму кругу, да, пошло? Нет, нет, не Света была. Света вообще второй раз не было в Москве. Была... Доктор твоя рядом была. Доктор была рядом. Галиночка и невестка моя, ну, невестка наверху била. Как называется наверху? В ложь. Вип? Вип била, да, с сыном. Кто вы по профессии? Я по профессии мама сейчас, на данный момент. Не, ну ты скажи. Про профессии я, как это, но новая, СММщик, да, твой? Да, да. СММщик. СММщик, СММщик. Ну, в общем, веду блог мамин. Везде, во всех сетях стараюсь, да? И вы знаете, как мне приятно, сейчас девочки все стали, бабушки снимать, невестки стали, свекрухи снимать. А вы знаете, как мне приятно, смотрю. Мы хороший пример подаем. Да, это всегда надо. А надо такой пример всегда подать, что есть что взять. А я горжусь. А на Думикяна была Света, на Думикяна была Света. Но не рядом. Думикяна, подожди, я уже перепутала все. На Думикяна концерты я сидела всегда позади тебя. И на концерте в Минводах, который был, и на концерте в Армении, где мы были. Шикарный концерт. Ну вот Света перед вами. Какая разница, когда она где была? Вот факт перед вами. Уже вот это время лучше давайте такой вопрос подадим Джанаме, который сейчас нужно. Бела она, не была, вот она, Света перед вами. Да, кто меня видит. Самое главное, не кривой и не хромой. Почему со мной, бывает и хромой. Нет, так, кормутся носом. Косой, да. Самое главное, не косой и не хромой. Вот самое главное. Это для тебя главное, что ты на нос всегда смотришь. Если тебе нос нравится, значит тебе нравится. Вот, вы знаете, что хочу добавлять? Моя невестка, естественно, у нее красота. Ни губы, ни нос, ни ресницы. Даже у нее ресницы нет. Мама ресницы делала. Мама мне выщипала. А ресницы, это я, ну, как это, ресницы? Это не ресницы, брови. Брови я делаю, а ресницы, вот она натуральная красота. Иголка, иголка она в жизни еще не видела. Вот естественная красота у нее. Вот, я и то кое-что делала. Она, ну, мне извини, 57 лет. Но она у меня вот как есть, так вот. Все мои невестки естественные красавицы. Вот я ценю девочки, как она есть. Эта иголка где бы ни сунула, она будет красива. Вот как я. Вот сейчас уже 57 лет, мне можно. А молодые, вот как они есть, так и есть. Я ценю так. Да, да, да. Каждый будет иметь второй ребенок. Мои дети. Я попросила. Если будет больше, дай бог пусть будет. Но три обязательно надо, каждый. Легко ли вам, Светлана, было адаптироваться в армянскую семью? Вот, это хороший вопрос. Хороший вопрос. Теперь вот так объясни, тебе было легко или трудно. Мне было по-разному. Мне было и трудно, потому что я пришла в семью, и я не знала особо ничего. Именно что касается домашнего хозяйства. Меня научила моя заловка, потому что мама всегда работала на рынке. С утра до вечера, до позднего. Приходила без ног. Она даже разговаривать не могла. Язык не крутила. Без ног, потому что ноги, она еле ходила у нас вообще. И так, и так еле хожу. А так работала целый день на ногах. А вообще? У меня заловка младше меня на полтора, да, два года. Леночка. Она меня всему научила. Тому, что ее научила мама ее. И она мне всегда подсказывала, как правильно. Она говорит, Света, хочешь, я тебе скажу, как правильно. Ты не будешь, если обижаться, я буду тебе говорить. Получается, я ничего не учила. Нет, ты меня учила, но после. После. Ты нас воспитывала по понедельникам. Когда у тебя был выходной, мы получали все. В основном Ленка. А я делала генеральную уборку каждый понедельник. Вот если скажу, давай честно. Да. Потому что все недели они ждут, когда понедельник мама будит, что кончебуджак делает. Ну, знаешь, мы убирались, мы думали, что у нас чисто. Ага. Фиг тебе чисто. Ты приходила и отодвигала, значит, она отодвигала холодильники. Я сначала. В кухню всю комнату. Я сначала, как ищачка, делала молча. А потом мои глаза мне сдают. Я нервничаю, когда сама делаю. И мы тебе не помогаем. А Света... Нет, ну помогать. Ну, конечно, помогать. Еще бы не помогать. Но потом Света говорит, мама что-то недовольна. Потому что один понедельник, два понедельника, десять понедельника, десять лет понедельника. Совесть надо же иметь. А почему вы допускаете так? Ну, в общем, вот так было. Ну, зато уже они у меня адаптирование, хорошие. У нас армянские песни. Это я говорила не для меня. Я говорила, чтобы они стали вот такой сейчас невесткой и дочкой для их. А если бы я не говорила, а кто бы еще говорила? А как они бы свою ошибку исправили? Они говорят, дома чисто. Я говорю, ага, сейчас проверю. Можно? Можно. Вот это двигаю. А почему вы сверху делаете? А почему? Вот это грязно. Ага. Вам трудно вот это подвигать опять туда-сюда? И вот сейчас они уже знают. Они уже лучше меня, конечно. У нас высшее образование. Сверху. Сверху все могут делать. А не сверху. Я считаю, женщина, которая и сверху, и снизу. Чистить. Вот я вот такая. Где бы ни была, 10 лет на квартире мы еще в Пятигорске жили. Моё дома, я, где с мужем мы жили, отдали люди бесплатно, лишь бы чтобы жили. А я здесь в Пятигорске жила 10 лет на прописке. Вот клянусь Богом, говорю. 10 квартир поменяла. Савиня. Савиней. Сразу расскажу. Я со своей семьей, щеткой, все, кухня, жиры, жиры. Причистила чужой дома, потомщик. Еще первый год я таракана видела. Первый год на квартире жили. Это было для меня шок. Я не знаю, как это все объяснить. Но что хочу сказать. Я все пережила, почистила, жила в свой уют. Через неделю я создала даже в чужом доме. У тебя были занавески новые, каждый раз, кастрюли самые дорогие. Говорит, вы же на квартире живете, а что у вас такая дорогая посуда? Мама говорит, а если я завтра умру? Я правильно говорю? Я должна жить на сегодняшних дней. Сегодня нету золота, нету. Сбезились. Ничего, потом это еще расскажем. Что хочу сказать? Что хочу сказать? Я живу, я живу, вот как есть песня, я живу так, как я хочу. И занавеску меняла, раздавала, стиральную машину раздавала. Мебель раздавала, тысяча миллион. Я год, мебель, год, короватка, год, год, меня, меня, чтобы свежая, что моя невестка на кровати свежая, моя невестка пришла, чтобы новый занавеска был. Новый это, ну что, что не наш дом? Но я делала всегда, как это моя, уют. Но зато сейчас у меня дом свой, у меня дворец свой, и в Москве, и Пятигорска, и везде, где я хочу. Что хочу сказать? И везде порядок привяжу, как я хочу, дорогие мои. И везде делаю свой уют. Вы видите, как у нас всегда чисто, всегда как я хочу. Ну просто у меня сын такой ремонт делал, уже мебели не двигаю, это как есть. А то я каждый понедельник мебель беру. Сейчас уже некуда. И знаю, что там чисто, приклеено, всё. Вот это была такая наша история. Светочка, рассказывай. Вот у вас вторая невестка такая же красивая, она ещё красивая. Да, я скоро покажу это. Показать или не показать, Света? Покажем, когда будет 2 миллиона. Да, 2 миллиона. Ну всё, ладно, договорились. Покажем, пока будет 2 миллиона. Ну может фигура, платье, млайте, покажу, лицо закрою. Мы показали. Не говори, не говори. Мы показали? Когда показали? Мы показали фигуру и платье. А, мы ещё покажем, всё фигура показывает, лицо не покажем. Тоже красивая, но она светлая. Все думают, светлая армяношка, она русская, а Света у меня армянка. Да, мы хотели так сделать. Да, да, ничего, у нас ещё много впереди, мы будем хорошие. Она чистокровная армянка, но она светленькая. Ну и у меня сыночек тоже светлая, Гарик тоже светленькая. Я тоже была светлая. У меня маленькие фотографы есть вообще, вообще. Светлая, светлая. И свекруха у меня была светлая. Сколько? Так, невестка похожа на певицу Лилит Карапетян. Ух ты. Какая Лилит Карапетян? Ты не знаешь? Лилит это наша, я не знаю, это наша сестра, что ли, двоюродная? Певица. Певица? Лилит Карапетян. Лилит Карапетян. Погуглите, дорогие мои. Погуглите. Что-то знакомое, подождите. И скажите, похожи или нет? А вот, Света, давай у тебя, вот, сегодня твой день. Сегодня твой день. Есть такой песня. Короче, в каждый понятельник у вас была садо-эпиденстанция, это точно. Да, да, да. У нас было высшее образование, повышение квалификации. Да. Санитарный день, потому что мама любит чистоту, и мы тоже любим. Но мы многому научились, и насчет готовки, и насчет домашнего уюта, от мамы много научились. И Леночка, я, а Лена у нас очень вкусно и хорошо печет. Она меня научила печь, и маму тоже научила. Рожденная, Лена у меня рожденная такая. Лена умеет все, и ногти наращивать, и ресницы наращивать, и стричь умеет, и макияж делать, краситься меня заловка учила. Мы сами все красим. Вот утром у меня был прямой, а сейчас, посмотрите, дочка дома, за пять минут, еще и гости пришли за пять минут, и ресницы наращивала. Но я не такая талантливая, как Лена, но я стараюсь. Ну, ничего, научись, не все сразу, потихоньку. А если есть как швабр, сидят, ничего не умеют, а это как понять? А я хочу, чтобы девочка должна эластичной, и все должен иметь. И не как швабр. Смотри. Только это кто? Тихо, только не слух читай. Что там? Ты видишь своими новыми глазами? Нет, кто там? Первый открыт, да? Что там, Света? Ты к каждому собакам не обращай внимания. Такой собака гавкает, караван идет. Ты не обращай к каждому это. Ты сейчас, знаешь, сколько шлюхов тоже будет нас смотреть. Значит, ты должен обращать внимание, ты обращай наше семейное. Миллион людей смотрит. У нас хорошая аудитория. У нас очень хорошая. А таких собак везде бывает, поэтому не обращайте внимания. Так, вопросы задавайте. Что там, Армель? Не обращай. Так. Здравствуйте. После операции я так вижу хорошо, девочки. Света похожа на вас. Ну, потому что Светка моя невестка. Так. Так, вопросы какие-то. И пишите, из какого города вы сейчас смотрите. А вторая невестка тоже русская? Нет, армянка, Света тоже есть, армянский кровь и русский. Сейчас, в данный момент, у нас смотрит 11. Это что, Армен? 11 с половиной тысяч человек. 11 с половиной. Это мало или много? Это нормально. Это нормально. Очень много кровей, если так разобраться. Я знаю своих прапрапрапрапабушек. Я чисто армянка. Я пока это. А Светка? Светка не виновата, что не чисто. Ну, я дворняга. Не дворняга. Ну, смейся. Ну, Света у меня очень хорошая. И я очень довольна. И мне дети хорошие. У нас 21-42, если быть точным. Ага. Привет из Швеции. О, пишите. Очень похоже. Откуда? Очень похоже на папирицу. А эта певица у нас из Армении? Первая жена Айко, говорит какая-то. Айко, ага. Сколько у вас сыновей, тетя Руся? У меня двое сыновей и доченька Лапенька. Сейчас у меня три дочка, три сыновей. Поравняла. Три дочка, три сыночка. Скоро у меня, я надеюсь, что скоро у меня будет 10 внуков. С 10 внуками и со своей большой семьей будем сидеть за столом. Сейчас в данный момент у меня 7, но дай бог еще трое жду. Есть шат, лав, аскану моим сгуш. Нет, они написали армянский, понимаешь, Света? Да, я понимаю по-армянски. Не 100%, но то, что мне надо. Сейчас скажу. Я немножко научилась на армянском, но разговаривать я не могу. Ах, ты лучше разговариваешь, зачем ты обманываешь? Ну, вот так предложение грамотно составлять не могу. Честь и хвала маме, то что она приехала в Россию, не знала. Два слова по-русски. Спасибо и до свидания. Нет, спасибо ты не знала. А я вообще не знала. Мне такие плохие слова научили мои соседи. Но я думала это спасибо. Везде пользовала. Но ничего. На молодую Софию Ротару похожа. Спасибо. Я очень люблю Софию Ротару. Я тоже очень люблю. Наша любимая певец. Очень, да. Певица. Светина мама к вам в гости приходит? Ну, конечно. Конечно. Хотите, чтобы Свети мамой показать? А, она очень часто у меня есть. Одна сегодня пишет, говорит, Ваша Света мусульманка. Нет, я не мусульманка, я христианинка. Ну, не мусульманка, ну... Просто я стеснялась. Чего ты стеснялась? Камеру. Это не каждому. Это я не показала тебе. Я сказала, подожди, еще рано. И я стеснялась, что жала. Невесткам так рано нельзя показать. Или сарнылькальней. Невесткам нельзя так. Вот сейчас покажу, через год еще покажу. Самое главное, я свое обещанно. Невестку обещала Светке показать? Показывай. Ну, Светке не надо часто показать. Светочка, у вас общих два ребенка, вы просто сказали, что первый сын ваш. Вы что? У меня муж единственный неповторимый. У меня трое детей моих, родных. У нас... У меня нету ни... Трое сын, старший сын Светки, 14 лет. Восемь золотой медала он принес. А Райк дома? Да. Один раз сделаю все с внуками. Фотография есть постоянно в зале. Есть фотография с внуками. Да, будет все внуками, покажу, объясню. Тяжело ли было совместить учебу и семью? Нет, почему? Вы знаете, мне очень сильно помогали. Я разрешила все. В основном мама. Я разрешила все. Она помогала, разрешала и наоборот, очень вкладывала. И муж любит, чтобы жена ученая была везде. Я доучилась благодаря маме. Вот она мне помогла. А есть некоторые семьи, как говорят... Выше образование я уже получила замуж. Ну, не надо учить. Почему не надо учить? Пускай будет ученая, невестка грамотная. Я беременна и сдавала экзамены. Я на заочном училась. Да, еще у него мужа... Сколько институт закончила Армен? Сколько? Два института. Самый высший и какой те институты? Я сама не знаю. Академик. Академик. Чуть ли не... Академия народного хозяйства Армен закончил. И Плехановский. А что еще надо? У меня только зять осталось. Не вещи образования. Но скоро... Если захочет, будет учиться. Скоро тоже заставим учиться. И пусть работаете и учатся. Тяжело ли свечи, жизнь свекрови. Вы знаете, как это хорошо, когда есть такая понимающая, любящая, мудрая свекровь, которая тебя поддерживает во всем, которая помогает тебе во всем абсолютно и советом, и делом. Всем. Все внуки. Вы представляете, когда мама одна и не живет со свекровью девочки? Они не любят сейчас жить со свекровью. Никакой помощи нету. Один с ребенком, да, справляются и получше, чем мы. Но у меня была помощь. У меня была заловка. Мой старший сын называл заловку мамой. Вот настолько, чтобы вы понимали. И мама приходила уставшая с работы, и все внуки были на ней. Какой отдых. Все виросли. Сейчас Арменчик со мной, Арманчик. Все виросли. Лену... Не могут понять, как у вас 7 внуков? Город Вермонтов. Если они все насчитывают 6 внуков? 6 внуков. Вот это загадка. Загадка. А вот это загадка. Угадайте загадку. Пока не угадайте, ничего не получится. Правильный ответ будет через год. Вот в доме всегда должен быть загадка. А вот это угадайте. Я люблю... Я люблю вас. Я, конечно... Это мой контент. Вот когда мне всегда... Всем покажи. Почему я должна всем показать? Каждый должен свой контент иметь. Я семью показываю. Я обещала невестку показываю. Ну, как... Смысл, что я каждый день показываю невестку, или другой невестке, или вот этот... Сыновьям, или какой-то это. Это мой личный контент. Я буду с вами. Моя семья всегда со мной. Где надо, где не надо. Но не всегда. Невестке смысл, что есть каждый день, вам показать. Вот сейчас я вам обещала, вам показываю. И будет первый и последний через год. Вы думаете ли завести новую рубрику? У вас такой талант. Будем ждать. Что такое рубрика? Рубрика, это вот когда ты что-то показываешь. Буду, буду. Ждите, у меня как раз готовлю. Или от подписчиков, да? Вот я не поняла. А еще знаете, что я хотела? Или у подписчиков какие таланты есть, или у нас какие таланты? У нас много с мамой талантов. Талантов много есть. Ждите, делаем много контента. Если честно, мне везде и в Москве все, как это, ЭНТ, ЭНТ, вот это все каналы меня зовут. В Армению все зовут. Везде ждут. Но вы понимаете, я знаете, что хочу сказать. Люди думают, что я как птичка. Аруся здесь, Аруся там. Аруся сюда, Аруся не нуждает нигде. Аруся домашний человек. Арусю нуждают, но пусть подождет. Когда мне удобно, как мне устраивает, я пойду. Я люблю всех, люблю. Ну, я не птичка, блин, я 58 лет мне. Не думайте, что я такая красивая перед вами. Ну и что? Ну, я тоже устаю. Я люблю дома, я люблю моя семья. Я люблю или здесь с сыновьями, или там. Я женщина домашняя. Я вот, вы представляете, когда в верхний рынок прихожу, вот рядом, вот что я говорю, Света? Я устала. Я ненавижу вот этот шум, ненавижу. Я люблю людей. Но знаешь, ты когда оставила работу свою непосредственную, ты заболела сразу. Ты не можешь без работы. Нет, я устала из этого рынка. А вот этот гостей тоже много я устаю. Все ждут, чтобы ты песню спела. Да что ты говоришь? Многие говорят, Света, по-армянски поговори. Давайте я вам стихотворение расскажу. Армянский? Да. Давай. А вы слезу? А какой же слезу? Давай. Тиф-тиф, акробатиф. А что это не вот одного? Это детям я сказала. Хайот злезу помнишь? Сиром эмкес. Айот злезун. Майри киспес. Ану шезду. Кэс новым ест хапартанун. Картун. Гарун. Хартасанун. Это для русских перевожу. Сиром эмкес. Люблю тебя. Хайот злезун. Армянский язык. Майри киспес. Ану шезду. Ану шезду. Мамина. Майри киспес. Ты. Сладкий как мама. Кэс новым ест хапартанун. Как мои дети сейчас хапартанун. Тебя. Как сказать? Не за тебя радуюсь. Кэс новым ест хапартанун. Счастлив тебя знать, да? Я счастлива. Тебя изучать. Картун. Гарун. Артасанар. Пишу. Говорю. И. Пою. Не пою. Стихотворение. И рассказывай стихотворение. Ну, как сейчас. Вот так. Смотрим по полам. Как поняла сама. Давай армянские песни одну это. Пей этот. Пей. Давай выпьем. Да. Пой вот этот. Как раз у нас в пасхальне это прошло. Давай вот этот поем пару. Дуплет или куплет. Куплет. Ты знаешь. Начало песни. Не знаю. Я не помню. Иисус Христоси. Чана парень ставек. Михангарек мартик. Иисус Христоси. Иисус Христоси. Одинки плит хватит? Там переводится как. Иисус Христоси. Дорога мне дайте, люди. Я хочу видеть Иисуса Христоса. Да. Эта песня хорошая. Одно дуплет для вас. Ну, мы все знаем, конечно. Ну, чтобы люди не устали. Ну, чтобы люди не устали. Да, не устали. Если надо, для вас особо еще попою. Ну, еще есть у нас очень много песен, которые Света поет для своего любимого мужа. По-русски. Вот этот. Хочешь? А мы потом обязательно сделаем рилсом. Мы споем с тобой. Нет. Вот чуть-чуть. Пару это. Пару Армена, которые любят. Армены любимые песни. Давай. Пару. Пару. Вот такое. Я не могу. У нас скоро свадьба будет. Наверное, сейчас июнь унесулись. Огустос. В августе, наверное, будем в конце августа сделаем свадьбу. Или в конце августа, или в начале августа. В августе будем делать свадьбу. Такие вопросы задавайте, чтобы я ответила. Света, наконец, миллионы все тебя увидели. Ну, обещанный. Слово держим. Мы люди такие. А еще, знаете, что у меня, вот когда сегодня у меня 12.40, колокольчики били, у меня миллион подписчиков били. И я хочу. Моя Светка с моей Арменчиком. Эту девочку позвонили, которой она не знает. Я ничего не объявляла. И подарить его конвертик, подарок от меня. Просто она из Красноярска, она получилась миллионный подписчик. Да. Девочка из Красноярска, и сейчас там очень поздно. Очень поздно. Я его отправлю. Я не объявляла. Плюс четыре часа. А вы можете писать, чтобы она сейчас может ответить? Я думаю, может, если она посмотрит прямой эфир. А как ее, посмотри, плюс четыре часа, двадцать два часа. Да, двадцать три, двадцать четыре. Вот. Я хочу сделать подарок. Прям именно, где было миллион подписчиков. Эта девочка, Света, уже посмотрела. Мы написали, где вы живете. Она сказала, Красноярске? Да. Вот. Кемеров? Да. Вот. Я его сделаю. А зачем ты в заблуждение водишь? Красноярск. Красноярск. И вот я отправлю его в подарок. Красноярск, но я не сказала, что вы. Ну, если все вот это мы организуем, если у нас все получится хорошо, я вам обязательно покажу. Вот так чисто от души захотела. Говорю, Света, давай сделаем. Кто будет миллион, от меня подарок. Старший сын в Москве будет? Скорее всего. И в Москве, и в Пятигорске, и там дом есть, и здесь есть. Так что где мы хотим. Ой, блюда нет. Вот так и вопросы не давайте. Ну, мама говорила, татар-бураки. Света, а сколько вам лет? Тридцать пять. Ну, как подружки, да. Да. Кто вас снимает сейчас? Нас снимает штатив. Мы поставили и сами себе снимали. И второй прямой эфир у нас, по-моему, и в Ютубе, и в ТикТоке, и везде у нас прямой эфир. Сыночек ведет. Ну, основной прямой эфир для Инстаграма, потому что мама обещала про миллион подписчиков показать невестку. Мне пришлось повиноваться. Вот, пишите, откуда сейчас в это поздно время люди со мной. Молодец. Я еще хочу сказать. Отсюда, мама. Отсюда, да? Отсюда. И Армения. По всему миру. Всем привет. Люблю вас всех. Это все моя семья. Спасибо, кто на связи. Спасибо Богу, что вы у меня есть. Вы не дали мне стареть. Вот это слово. Не дали мне стареть. А я, когда вышла из рынка, я даже волос не красила. Я думаю, уже все. А есть видео, я поставила в Ютубе, где 90-е годы. Готовься на другой дороге уже. Ты там без макияжа, без краски. Света говорит, давай покрасить. Я говорю, как? Для кого краситься? Уже на рынке не работай дома. Боже мой. И так получилось, Бог сделала мне такую, что я икрашусь. А кто им гордится? Горжусь тобой. Горжусь тобой. Мои дорогие. Я как горжусь. Пишу и говорю. А я как горжусь, когда смотрю, сколько просмотров. Наверное, это только у меня сообщение на стихи пошло. А, стихи? Горжусь. Горжусь тобой, да? Я уже вижу привет соседей. А, я же отматывала, чтобы все вопросы видеть. Я отматывала. Мы не успеваем. Вы простите нас. Мы не успеваем все читать. А мы за кадром все контролируем. Смотрит, конечно, 11 тысяч людей. Это всем отвечать невозможно. Не обижайте. Если хотите, я сохраню. Посмотрите потом дальше. Будет вам приятно. Если какой-то совет хотите. Если есть что-то, вопросы, есть такое. Очень приятно. Задавайте. Что увидим, то ответим. А если мы не увидим, вы не нервничайте. Это не конец света. Всех ответим. Еще будем делать прямой эфир. Хочу... Света, признайся. Как это? Тоже скажи спасибо моих аудиториях, что столько много людей смотрит нас. Тоже скажи твою благодарность, моя красавица. Я одна должна. Давай. У тебя так хорошо получается. Я, конечно, присоединяюсь к маминам, ко всем словам. Благодарна очень, что вы нас смотрите, комментируете, лайкайте, поддерживаете. Когда у нас крылья опускаются, хотя это редко бывает. Но вы знаете, слова поддержки от вас доходят до нас. И мы читаем с мамой, вечерами сидим. И окошки, когда мы выставляем с вопросами, тоже. И вопросы. Стараемся на все отвечать, но тоже не все получается. Я и маме читаю. Мы вместе. Да. Мам, я тебе не надоела? Нет. Ты что? Такие вещи не говоришь? Мы всегда вместе. Тут просто психологи про личное пространство говорили, а мы так с тобой... Вы знаете, что я хочу сказать, дорогие мои. У нас жизнь такая короткая. Я вот глаза закрыла, открыла, уже у меня 58. Господи, сколько мне еще здесь? Я не знаю, что будет завтра. Если вы можете жить мирно, если вы можете друг другу сказать, Джана моя, зачем говорить плохие слова или плохие желания. Неужели вы не понимаете, как жизнь короткая? Лучше быть любимей, лучше быть сладкой. Джан, Джигяр, Цава, Танэм. Чем завидовать? А кто завидывает? Я знаю, какие люди завидуют, которые жопу не хотят поднать и работать. Вот просто так ничего не бывает в жизни. А некоторые говорят, о, Аруси вот, ой, дом там. А как вы хотите, у меня два сына, еще и дочка. Каждый себе работает, касса у меня. Конечно, и дом купим, и машина купим, и везде. Если каждый у себя будет воровать и таскать, и общая касса, семья не было, и этого не было. Я и так жила у свекруха. Вот как это было. Я все видела в жизни. А еще у меня уже я создаю такое, чтобы брат брата жизнь отдать. Сестра брату крово даст, дом даст, нужно будет, жизнь отдать. Я вот так даю моих детей, воспитаю. Потому что родных, родных сестры, брата ничего нету на этом свете. Повтора не будет. Поэтому я воспитаю невесткам, как быть с заловкой. Дочку, как с заловкой. Надо невестку не как невестку принимать, а как сестра принимать. И зятю не как чужого, как сына своего принимать. Поэтому у меня такое. Вы думаете, прям у меня было все гладко? Нет, было и хуже. Но я догнала до этого время с детям, что так должна быть. Ведь братья и сестры должны быть. Ни за копейка, ни за деньги. Деньги это сегодня есть, завтра нет. А вы всегда станете братами. Но почему плохие братом станут? Брат, который брату должен любое время защищать. И также невестка для свекруха, любое время. И также свекруха для невестки. Не только вот для показуху, как некоторые я вижу, играет. Это через экран видно. А у меня нету играть и показуху делать. Кого это удивить? Если у меня в душе негатив, и я буду смеяться, Светки, ой, ты такая хорошая. Это видно, когда обманывает. А у нас люди от души подписываются. Потому что говорят, тетя Руся, через экран видно, как вы друг друга уважаете. Нет у вас ролик. Я могу играть. Я везде могу себе вести разную. Но это не значит, что я невестка или зять, и отвечает от моих сыновей. Они мои. Они мои. Но про внуков уже не говорю. Они мои. Какого числа они были? Они служат мне невесткой? Да, пока они у меня невестки, жены моих сыновей, они мои. Когда уйдут, уже, конечно, не будет мои уже. Уже будет уже чужие. Это они знают. А как у меня живут? Как уважение с моим сыном? Я же это все вижу, как относятся. Не для показуха, а от души. Человек болеет. Как они ухаживают. Как они выходят. Чисто глазные. Чисто плотные. Как все это для меня много роли играет. Поэтому, если даже человек этого не знает, допустим, у меня света этого не знала. Но сейчас она уже лучше, чем я. Лучше, чем либо кто. Потому что я уже учила, я уже спокойна. Я и старшему сыну говорю, я так спокойна, уже рядом у тебя есть девушка, которая будет для тебя переживать или воды из стакана давать. Я очень спокойна, когда у меня дочка, у меня зять тоже очень внимательный. Я вообще про дочку не переживаю. Потому что он тоже очень внимательный. А про невестки уже не хочу говорить, какие они со мной внимательные. С мужьями, с детьми. Ну, в общем, вот такое воспитание у нас. Это моя школа. Знаешь, что? Все вот люди, которые нас сейчас смотрят, я бы хочу пожелать одного. Крепкого здоровья. Самое главное. Самое главное. Кто болеет, пускай выздоровеет. Кто плохо думали о нас, что перевернули все. Мы вот такие. Мы как есть, так и есть. Вот как перевернули как, объясни как, чтобы поменяли мысли свои. Да, и чтобы с нас брали пример мы. Ну, с примером это мы не должны сказать. Это просто они должны это чувствовать. Если это правильно, они должны взять пример. Ну, они не то, что видят. А чтобы я сказать, у меня брали, если нравится ваше контент, если нравятся наши отношения, то тоже. Нет, подожди, у тебя много рецептов на страничке, девочки. Рецепты всякие. Нет, просто надо полистать ленту. Там у мамы очень быстрые рецепты выпечки. Когда хочешь быть хорошей невесткой, можно это делать. Очень многие девочки пишут тебе спасибо, дядя Руссия, я с тобой научилась готовить. Я очень рада, дорогие мои. И я хочу сказать. Я раньше тоже так на блоге смотрела, научилась. Рецептам нет секрета. Как есть, как написано, так и вот делаем. И все, кто пробует, у них все получается. Лично я был такой блогер, не буду сказать, не имеет значения кто. Но я смотрела, повторилась, у меня не получилось. Вот я хочу вот сказать. А у нас вот как мы готовим, как мы печем, так и написано. Без лишних это. У тебя рецепт Чучхелы в Ютубе. Везде. Это подарок. Это подарок. Бесплатный, без всяких мастер-классов, без всяких вот... Деньги. Продажных всяких вот этих манипуляций. Нет. Она от чистого сердца говорит, все это пускай смотрят. Там на Ютубе большое видео. Там вот формат, чтобы долго было. Загрузила на Ютуб. Чучхелу. Кто хотел? И уже многие девочки спасибо тебе сказали. Суджук, сало, все там у меня есть. Суджук, сало, выпечка вся. Выпечка вся. Выпечка вся. Супы армянские, голубцы. Все то, что делает каждый обычный семья. А вот эти финтуфлешки, когда делаешь, только на красивую режешь, как армянский бокон, это у меня нет. Иглент. Лаваш. Да. И все то, что у меня, как обычная семья, готовит, может позволять себе. Вот это такое у меня лень. Я не ученая, еще раз говорю, я не кондитер или что там. Я не повар, я ничего. У меня таких дипломов нету. Почему нету? Нет у меня диплом. Это швея, это детство было, 18 лет, когда нужно было деньги, потому что такое это, хотела заработать большие деньги. А диплом у меня есть вот такие. Нет, я имею в виду кондитерский. Вот это слово, Еле-еле, научила. Все армянские женщины в основном хорошо пекут. Армянские женщины пекут. Ну, я где взяла пример? Я всегда мечтала научиться. Не моя мама не пекла, бедная моя свекруха не пекла. Она мне заставила печь. Когда мы пекли, уже его не стало, его уже не было. Уже Леночку я родила. Лена у меня 7 лет печет. Ну, Лена сама научилась. Да, самостоятельно. То там, то там, то мы в интернете посмотрим. Да, уже в наше время интернета не было. Сладкое хочешь? Я говорю, хочу, говорит. Я говорю, что купить? Она говорит, ты что, стыдно. Мы же можем сами испечь. И вот так мы с Ленкой пекли вместе. Я готовить умею. Смотрите, как красиво у нас соседка принесла. Это соседка наша, да, испекла. Лаурита принесла. Лаурита, спасибо большое. Привет тебе. У нас гости била, она принесла. Они так, запах был хороший. У нас много что есть на столе. Просто показала только что принесла моя соседка. Давай вопросы поотвечаем, но только кратко. Давай. Это ваша невестка? Да. Я Света. Это невестка? Светка. Приятно познакомиться. Кто не видел, это я, Света. За кадром. Есть люди, которые только зашли. У нас сколько уже армян людей смотрит? Светка, это грубо, лучше Света. Света или Светлана. У меня у мамы в телефоне написано, как Светуля. Она меня Светуля часто называет. Да, Светуля. Ну, Светка, это так быстро. Быстро. Да. По хозяйству это своя девчонка. Я не обижаюсь, и вы не обижайтесь вместо меня. Да. Я наоборот, я люблю. Когда мама называет. Не вопрос. Это для нас, у армян, это... Да. Очень часто много и Ольки, Катьки. У нас всегда во дворах были Таньки, Катьки, Ольки. И все были подружками. И никто не обижался. Света, здесь у меня нос большой видно. Вот так поставь, чтобы нос маленький. Извини, мам. Давай поставим, как выгодно, с какого ракурса. Я и так мой нос не люблю, а здесь большой показываю. У меня тоже не маленький. У тебя красивый, точенный. А у меня какой-то огурцы. Картошка. Зачем ты так? Не, наша порода еще у меня лучше. А наша порода вот так висит у всех. Тетя бы. А у меня еще, слава богу, немножко нормально. Мой сын говорит, ты что переживаешь? Сейчас все носы операцию делают. Я говорю, я стесняю. Просто возраст у меня такой. Сейчас скажет пара ворезангуль. Армяне так скажут точно. Ну, ничего. Вопросы читай, свеча. Мне кажется, тяжело служить свекрови 24 на 7 операторов. Но, надеюсь, есть бонусы, передают. А что за бонусы? Слушай, мы сами себе бонусы. Она мой самый большой бонус. Мне, когда я в Москву иду, она болеет. Вот видите, я верю его. Потому что я сама такая невестка была. Свекруха, когда нету рядом, или свекруха заболела, или я болная. Когда моя свекруха умерла, если вы верите, вы верите вообще в людей. Вот послушайте, что я говорю. У меня девер, Царство Небесное, старший девер у меня был хороший. Он видел, как я кричала и орала дома. И он мне говорит, успокойся, Руся. Я думала, солнце уже больше не видит. Для меня уже солнца нет. Вот, когда моя свекруха видела, я за один день постарела, я думала, свет уже не вижу, солнца не будет. Почему у меня такое было? А я верю Светке, потому что она тоже такая, как я, со свекрухом. Придана вот так вот от души. Поэтому я его верю. Я когда иду в Москву, она говорит, я в кровати. Я говорю, что случилось? Говорит, я вставать не могу, ничего делать не хочу. У меня депрессия. Депрессия. Я верю. Я делала торт «Улыбка» по вашему рецепту. И получилось классно и вкусно. Спасибо. Покупала у вас бастурму очень-очень вкусное. На здоровенькое. На здоровенькое. Так. Мы магазы закрыли. Выписка у меня не получается. Выписка как понять? Я не знаю, это что. Я делала по вашей рецепте бастурмы просто бомба. Бомба. Если мясо будет хорошее, то будет бомба. Еще и пушка. Вы в Баку раньше жили? Нет. Я в Ереване только замуж вышла. А сама и Чмядинская. А я Светы страницы видела давно и знала, как она выглядит. У меня закрытая страничка. Она есть в Инстаграме. Но я закрыла и всех удалила. Ну, может быть, раньше не было. Я всех удалила и закрыла страницу, чтобы, ну, как бы... Мы же договорились, когда миллион будет. Очень многие видели у меня, у меня на странице Елены. Я, вы знаете... Она сказала, это моя память. Я не хочу ее удалить. Я не стесняла показать невестке. Я просто думаю, смысл нет. Невестке каждый день кадр показывает. Невестке есть муж. Пусть его муж каждый день видит. Мои невестке год раз увидите. Это будет первый и последний. Вот невестке баловать нельзя сколько. Света, армянка. Вот невестке балуюсь, а так. Но на кадр... Света, на половину, армянка. Да. На одну четверть. Так, Света. Аруся, рада вас видеть. Спасибо, что вы есть у нас. Я поняла, что это ваша невестка. Да, правильно поняли. Это невестка Светлана. Мне так жалко тебя, Света. Почему? Что жалко? Кого угодно пожалеть, то к ней меня. Голодно или половина нету? Ставайтесь спортом. По возможности мы с мамой начали. Но сейчас пока после операции мама не занимается. Ну и я тоже как-то нет. Я вообще волейболом занимаюсь. Благодаря Светке очень много русских невестки приобрели. Имейте еще в виду. Света не жалейте. Жалейте каждый себе. Света живет как принцесса, королева. Имеет такой муж, такой свекруха. Если вот такой жалейте, жалейте себя, что не имейте общаться с взрослыми людьми. Не имейте принять свекруха. Я уже миллион раз спросила, кто Света по национальности. Извини. Она русская. И армянский кровь есть, и русская есть. И украинская есть, и белорусская есть. Что еще? Как вам объяснить? И греческая есть. И греческая есть, и грузинская есть, и еврейская есть. Все у них по роде, все есть. Это мне не важно. Она христианка. У нее дядя живет в Ереване. Фамилия? Армянокян, по-моему. Дядя умер. Умер, но жили в Ереване. Это вот такие вопросы хватит давать. Какая разница? Она христианка. Елена есть свекровь, конечно. Почему не отвечаете на вопросы? Почему не отвечаете? Мы не ругодим, что всех отвечают. Вопрос Свете. Вопрос ее прям такие темные или покрасилась. Я ее светлой представляла. Нет, она не светлая. Она у меня... Я коричневый цвет. Телна Руссия вела, сейчас она свекруху похожа. У нас краска один. Свет вот так делает. Ну вот. Единичка. Да. Единичка. Мы как сестрички. Красимся вместе. Я ее, она меня. Да. Я его косметолог. Брови делаю. Да. Так. Маму Русю... Не переживайте, пожалуйста. Хочется ее слушать и слушать. Светки, разговаривай. Ты что вышла? Я не вышла. Посмотрите, связь есть? Да, я вас вижу. Ты нас видишь? Прекрасно. Так, давайте. Так, Светуля. Тетя Руси повезло с невесткой. Арусик, я Езитка с Белис. Я всегда за вас наблюдаю. Очень много научилась. Привет всем Езитам. У Лены есть свекровь. Светлана, вы очень приятная. Как вы познакомились с мужем? Ой, это долгая история. Слушай, инстаграм. Это прямую эфиру буду рассказывать. Роман, да? Романтика. Романтика. Нас познакомили, если с Арменом, нас познакомили общие родственники. Сотрудники, рабочие. Рабочие у Армена, мои родственники. Наташа нас познакомила. Они с ним работали, и вот так случайно получилось, мы познакомились. А кто выбрал тебе? Армен меня отвез сразу к маме на смотрины. Мама сказала, что мне нравится девочка, и все. Их вкусы совпали, я так скажу. Мне тоже показали свекор. Мой свекор тоже сразу мне сказала, хорошая, немножко короткая, но хорошая. Вы знаете, очень многие говорят, что повезло, не повезло. Я считаю, что мне повезло, когда я пришла в семью. Мама сказала, мне все равно какой национальности девочка. Самое главное, она любит моего сына, он любит ее. Невестка уважает меня. Ну, почему так? Не говори сильно так. Нет, национально понятно русский. Я никогда не помешаю. А двои подруги что говорили? Ой, русская невестка. Да, да, русская, русская, что христиан же, какая разница? Руссахар, сахар, сахар, хлеба, чадар. Да, да, да. А я не понимала тогда. А мама мне переводила, а они краснели. Да. Вот. Ну, я не это хотела, а что-то еще хотела сказать. Забыла. Что-то интересно хотела. Тебя свекр тоже, ты понравилась свекр. Да, сразу. А свекруху, когда мне показали, она мне вот так, так, девочка, если я приду, это попрошу у тебя руки, если ты будешь невесткой, я тебе везде отдам. Но уже мы женились с мужем. И это, потом она говорит, когда она узнала, что уже мы с сыном, да, вместе, она правила машину. Ой, идите, принесите мою невестку, я вас не видела. Вот так, но она мне любила, с первого взгляда любила и приняла лучше, чем своей дочерей. Вот она мне так любила. И я его любила, как родная мама, даже чуть-чуть выше. Ответьте, пожалуйста, где вы покупаете платье? А вот ждите контент. Завтра, может быть, послезавтра покажу, где я покупаю все эти платья. Вечерний мой... На посылочек должна прийти вот со дня на день. Да, вечерний платье я вам покажу. Если вам всем понравится, потом я скажу, где я покупаю. Как твоя невеста стать мусульманкой? Ну, если мой сын влюбилась так, как... А души? Ну, почему бы нет? Ну, сначала, может быть, возникли вопросы. Ну, если есть такой любовь, морковь, то я не против. Ну, мои дети знают, что... Ну, это неприятно, допустим. Вера пусть будет верой, да? Люди, нация здесь никакой разный. Я не люблю об этом разговаривать. Но если мой сын скажет, люблю и все, я, конечно, ничего не делаю. Но они знают, что русским всяких пусть будет христианство. Ну, мы же все-таки армяне, дорогие мои. У меня очень друзья есть, очень хорошие. Мы общаемся. Здравствуйте, привет вам с Узбекистана. Я с прекрасного города Ташкент. Очень долго смотрю ваши эфиры. Здоровья вам, вашим рукам. И благополучия вашей семье. Спасибо, взаимно, дорогие мои. Дай бог всем такой невестка и такая свекруха. И такой сыновей иметь в этом... Добрый вечер. Вы классные, я давно за вами наблюдаю. Да, приятно смотреть. Привет из Рязани. Вы общаетесь на «ты»? Да. У нас «вы» читаем чужое. Чужими мы «вы» разговариваем. Или если бы мы вместе не жили и... Ой, если бы мне вы сказали, я бы обиделась. Даже вместе не жили. Я маме говорю «ты», значит, и маме моей второй говорю «тоже ты». Есть некоторые, даже мамой не называют. Девочки, будьте добры, будьте счастливы. Какой вы относитесь сейчас с свекрухом? Вы или по именам, или как-то не влюбля, да, как мама? Род не ломается, когда скажешь «мама», «невестка». Мать еще любовь свою подарит. Завтра вы тоже такие же невестки. Какой привет, такой ответ вы получите от своих детей. Так что будьте вежливы. Принимайте матери, если они достойны. Достойны. Не говорю обо что. Мамочки. Уважайте друг друга. Уважайте друг друга. А если не уважаете, научите друг друга уважать. А если есть, которые не понимают, что делают, принеси, поставь на это линию, как Гадзин, чтобы она свою ошибку исправила. Не толкай из линии туда, чтобы она утонула. А наоборот, возьми, принеси на такую линию, чтобы она нашла дорогу и правильно путь пошла. Вай, как я ждала один миллион, чтобы видеть, наконец, Свету. Красотка. Вот как вам повезло. Слушайте, ну аж мурашки похожи. Если честно, я думала, в конце года у меня будет миллион. Люди так ждали. Да, вот видишь-ка. Это очень приятно, правда. Дай Бог вам всем здоровья. Так ждали? Да. Так, Света, а у тебя какая стрижка? Меня зять стриг. Мой зять Артурик постриг. У меня очень густые волосы. Слушай, куда ни отправила, испортили мою невестке голос. Я имя давать не буду. Волос делали как швабр. Это ужас. Мы смеялись. Ну, в общем, а я попросила Артур Чан, сделай волосы моей невестке прической, чтобы стояла как настоящая невестка, не как швабр. Я не люблю стоять швабр. И вот он сделал. И мне, смотрите, за пять минут... У меня густой волос, мне лесенка не идет. И поэтому он мне только спереди сделал лесенку и чуть-чуть там сзади как-то делает. Как это лесенка? А у тебя не лесенка? Ну вот. Смотрите, как красиво стоит. Он очень густой. Это мой зять. У него руки золотые. Зять меня стрижет за пять минут. На мои толстые волосы. Еще знаете, что хочу сказать, дорогие? Не бегайте за богатством, что богатая невестка была, богатая зять была. У меня три невестки, два невестка. Да, правильно ты говорила. Я хотела это сказать. Я хочу сказать. Ты только с богатыми дружишь. Неправда. Мы с Артуриком не из богатой семьи. И еще третья спроси. Третья тоже. Небогатый. Ни кола, ни двора. Но для меня это роль не играет. Я не выбрала богатство. И такие. Я выбрала, которые девочки хорошие. Я сказала, мне богатство не надо. Пусть будет бедный, но человек. Ну, не бедный, как вот мусор. Мне нравится, как ты мне сказала. Света, сколько лет прошло? Знаешь, чем я тебя уважаю? Чем? Чем? То, что я не меняюсь, правильно? Да, тем не менялась. Когда Армени у меня женились, у меня в Армении работа такой особо не было. На мою шею, да, Билли Света? Можно так сказать. И дочка, и старшая невестка. Я работала. Ихни холодильники, это мои дети. Хоть Армения была, хоть Москва была, хоть здесь была. Мы квартиру взяли, потому что у меня зять даже прописка не имела еще. И Светке хоть прописка была, а зятью не было. Ну, что хочу сказать. Нулевое были у меня. Но я не смотрела. Мои дети не из богатых семей. Да, не из богатых, вот так и можно сказать. Но мне это не главное. Мне главное, что мой зять не из богатых, но без ничего, да, такой можно сказать. Никакой помощи такого. Но зато сейчас у него отец рядом. Они богатенькие, в душой. Он у меня работяший. Он ценит мою дочку, что дед. Он любит мою... Кроме моей дочери он никого не видит. Он слепой. Он вот это для меня. И также моя невестка. Кроме моего сына и также мой сын. Кроме жены ничего не видит. Я так воспитала. Если рядом жена есть, других жен даже не смотрит, кто прошел или не пришел. Вот такие у меня дети. А вы закрыли свой магазин? Причина какая? Да, закрыли магазин, потому что от души работчики такой особый. Так я хотела... Реконструкция идет. Да. Так что можете все покупать у дочки. Все товары точно так же у дочки на верхнем рынке. Разницы нет. У нас одинаковые. У нас одна семья, дорогие мои. Света, сколько у вас детей? Трое у меня. Ну, Армель, почему ты не хочешь, чтобы я сказала правду? Что, про магазин? Про магазин. Ну, там ремонт идет. Ремонт это сама собой. Ну, у меня было другие мысли. Ну, не сработала моя... Нет таких работников, как ты? Да. Работники только в телефоне говорите. Я говорю, люблю говорить правильно. И вот, если был рабочий, хороший, без обмана, я бы и держала. Потому что отзывы, люди мне все пишут и говорили. Все я знаю, все говорить не буду. Если были рабочие, такие как мы, да, я бы не закрыла. Нету, нету, нету. Я не нашла, не видела. Это нам надо там стоять. А я не хочу. У меня работа... Я вышла... Говорит весело. Я не... Нет, какой весело. Я у себя дома весело. Я в магазин не хочу. Я особо так... За деньгами не бегаю. Света говорит на армянском. Да. Я понимаю на армянском, но не разговариваю. Как это не разговариваю? Ну, я стесняюсь. Она разговаривает. Только... Они смеются все. Они суховарились. Суховарились. Аж крыша поднимается. Что, зять смеется в голос, что муж мой... Нет, ну, нам нравится, когда она разговаривает. Они так смеются надо мной. А когда я по-русски разговаривала? Ну, это классно. А как насмея? Я когда невестка пришла, мама вообще плохо разговаривала по-русски. Это она со мной еще научилась. Это я с вами общаюсь. Это школа, дорогие мои. Это для меня школа. Столько много слова я исправила. Мне понравится. А что за девушка с вами? Какая девушка? Ну, вот это я, наверное. А, дорогие люди, которые только что зашли, это моя невестка Светлана. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Который уже два года у нас в блог идет. У нас сегодня миллион подписчиков. Ну, конечно, уже больше, не миллион. Но хочу вам сказать, я обещала, что показать буду Светке, которыми мы вместе в блог ведем. Света мне снимает, где надо, не надо. Потом обрабатывает. И вставляет. Свекруху выставляет на выставку. Света, вам не хочется личную жизнь с мужем? А откуда вы думаете, что у нас ее нет? А почему? Личная жизнь, это как понять? Я не знаю. А что такое личная жизнь? Дай вопрос. Это как понять личную жизнь? Да. Света, я вас первый раз увидела. Одинная комната? У нас 10 отдельных. И вам поместимся. Как понять? Отдельная жизнь. Света, я вас первый раз увидела, но уже сложилось впечатление, что вы очень воспитанный человек. Подожди, убегает. Воспитанная. И с воспитанной семьей. Так, какие отношения... Так точно. Какие отношения у дочки с родителями мужа? Прекрасные. Какие? Наверное, у Леночки с родителями мужа. У него свекоры рядом. Отец Билова в Армению. Теперь они живут вместе. Прекрасная, хорошая семья. Как положено. Отец для детей. Отец помогает сына. И на реке помогает. И дома помогает. И он цветет и пахнет. Рядом с моей дочкой. Будет свекруха тоже рядом. Она тоже будет так любить, помогать ради своего мужа. Это у нас закон. Картошку посадили, спрашивают. Да, посадили. С прошлого года. Еще прошлогоднюю не копали. Ну, потому что я же отмотала, а старший... Дайте вопросы. А старший сын где живет? Сейчас данный момент в Москве. Ну, и старший сын здесь тоже дом есть. И в Москве есть. Вы обе супер. Я из Ташкента. Я вас люблю. Мы тоже вас любим. Я всех моих, которые есть у меня в телефоне... Привет из Армавира. Привет, привет, дорогие мои. Я люблю. Всех. Так, очень нравятся Арусины украшения, где вы покупаете. Спасибо. Украшения из Дубая я покупаю. Сыновья дарит. Очень много мне подарков дарит моих... Как называется? Подруги. А? Когда приглашают. А вы получаете, а христиане? Мы христиане, конечно. Сколько у вас в доме человек живет? Сын, невестка и трое внука. Светлана, Армэ. Мы не ответили ни на один мой вопрос. Боже мой. Номер телефона... Узумаем за ангелес. Что? Сейчас за ангелес. Мы сейчас прямо эфира. Номер телефона для чего за ангелес? Вот если целый день номер телефона отдать, и я даже спать не смогу. Вы понимаете? Пишите. Пишите директ. А, Русь, дорогая, у нас такие свекровь. Ее любишь, угождаешь, она палки в колеса за глаза любит. Значит, волная. Его надо принимать как волного человека. Если не понимает, значит, воспринимайте как волной. Вы думаете, мы больных не держали? У нас тоже всяких... А Лена сейчас у вас с ребенком живет? Нет. Лена у себя дома живет. Со своим мужем и свекором. С внуком вас. Мои дети имеют каждое. Несколько домов, дорогие мои. Работают они. И Леночка отдельно живет. Гарик отдельно живет. А я с младшими сынами живу. И работящие люди, которые работают, здесь работают на желудок и на унитаз, есть, собирают, кое-что покупают. Мы из этих такие. Тетя Русь, как лучше общаться с детьми-подростками? Подростками? Ну, как Араик, подросток. 14 лет, 15, 16. Есть по настроению. Я и ругаю, и целую, и воспитаю, смотря какой день. Если делает ошибку, допустим, он спортсмен, нельзя его курить, да? Ну, дитё, да, везде это... Хочется попробовать мальчик, да? Я говорю, Араик, смотри, ты спортсмен, тебе нельзя курить. Ты у меня гордость. Я должна гордиться. Я люблю, когда моих детей хвалят. Я учу, потому что все мои дети прошли в этом. Кто это не знает? Все хотят пробовать. Курение вредно для здоровья. Вредно. Я объясняю. Он у меня понимает. Ну, бывает компания, которой можно. Они тянут. Воспитаем. Со всеми. И с дочкой. Я его ругаю каждый день. С внучкой. Хотя она всё делает, как положено. Но я всегда ругаю. Даю знак, что смотри, бабушка тебе следит. Вы покажете второго сына. Мы его показываем. Ну, мы показывали. У меня фотография есть. Но в данный момент они в Москве. Так. Салам из солнечного Дербента. Есть кез аргумен. Есть кез сирюм. Есть кез пачим. Есть кез. Есть кез. Есть кез. Харгум. Сирюем. Пачик. Нерем. Он им. Жоговур. Жан. Им. Хайер. Жан. Ашхаров. Мег. Первац. Им. Хай. Азг. Ешат. Го. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ничего не осталось боженька забрал все но ничего страшного я все равно спасибо богу что я здесь родила дочку уже уже и не хотела уйти начала этот война моя ну если бы этого не было войной столько армян везде до остались бы в армении армении сейчас не в равном месте мира поэтому боженька нам раскидала вот так по всему миру чтобы армейна армения осталось а кто это признает поэтому только бог это признает поэтому бог мне дает вот такие люди меня подписчики это не просто так не куплены не это это все мои родные бог видит все дорогие мои поэтому я вас очень люблю и благодарна завтра буду для вас танцевать я так завтра хочу для вас сделать хорошо если не завтра то послезавтра такой кампей ждите да и платья должны наши прийти покажем обязательно да не заказали много платья вечерних очень сложно подобрать красивое платье на красивую женщину не красивые фигуры не скажу что красиво я что одеваю вам скоро буду показать или оценить и самый мы с мамой долго платье выбираем ей чтобы подошло красиво как надо но я вам покажу потом это все оценивают все говорят а где покупала если вам все понравится я завтра послезавтра покажу если вам понравится я оставлю скажу где я беру год а то не говорят люди а я буду говорить столько много больше на много много сообщений очень приятных много слов хочу из еще раз сказать вам огромное огромное вам спасибо низкий вам поклон всех мои подписчики даже и не подписчики кто мы же мне желает хорошо кто не желает хорошо всем огромное спасибо низкий вам поклон хотела вам показать мою свету я сделала мою обещанную я вот обещала вам и показала но еще покажу когда будет два миллиона ждите и учите каждый день свету не просите кто вот сейчас видит самый счастливый человек невестка у меня высокая рост у тебя сколько сколько света скажи метр шестьдесят пять метров я не высоко нормально но не говорю высокая чем мой сын но они одинаковые этот невестка высокая и это высокая порода надо менять я коротко хочу поменять породы что все дети вели чтобы дети были высокие и сейчас так и идет пока план нормально как рисую так идет ну если вопросы есть задавайте если я не надоело подожди они не могут вопросы задавать я же говорю вопрос у меня не грузит а все давайте сейчас выключим и ключем да или как ты делала останется все народ всегда со мной того что не успеваешь или выгрузка почему не показываю я не знаю вот когда много сообщений не грузятся вопросы очень много людей вопросов писать писали и говорят вы не читаете все нужны из-за того что много сообщений приходит у меня не получается не не все прочитываю и вы сейчас вернулись до вернулись будем ответить на ваши вопросы это почему так выключала ой что люди знали джана выключила вот сразу вопрос что делать если не любит свекровь за спиной говорят за спиной то что говорят не надо никогда слушать а может вас обманываем обманывает да а вы на свою кровь обиделись и уже не так себя объясняйте с ним спроси мама ты так сказала а почему ты так сказала один день посиди и общайся с ним и она тебе все скажет и если она нормальная женщина да вот допустим я так делаю всегда один раз я сейчас кое-что расскажу про свой круг или вот это не успеем это почитать если я расскажу ну почему вот час люди задавать будут вопросы я буду потихоньку по очереди читать а я рассказать не смогу вы кашпака пока рассказывай вот я сейчас руку на пульсе держу читайте то что дело делать свекровь обижает и не любит потому что я сирота боже мой значит она больная если такие вещи она сирота что сиротой не человек я сиротой наоборот буду больше любите уважаю когда-нибудь вмешались когда сын ругался с невесткой конечно пусть попробует ругаться зачем должна ругаться если я слышу я вы я вмешиваю я не дома говорит так если вы поругались вы должны сделать так чтоб я не знала до чтоб я не переживала вы померитесь я буду переживать да поэтому мы не ругаемся с арменом никогда да вот как научили так и не да сегодня ругайте завтра патч прошли а почему я должна и 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 а сейчас на ватсап а сейчас включила свет или не идет не знаю не идет дорогие мои скажите слышно нас слышно пишите скажите нас виснем да вот они тоже зависли света говорит на армянском да говорит не такой как что все хотелось бы да ничего вот у нас новая невестка армянка она меня научит да она говорит ты меня будешь по-русски учить а я тебе по-армянски договорились да вот у нас невестку завод кима новую света русская нет я не русская у меня смесь как не русская нечисто русская и армянский кровь есть несколько смесь бурная я метиска и армянская кровь есть и русская какую хотите кровь всякое есть у меня поэтому сильно умная а что свету больше не покажете нет а ваша невестка армянка одна армянка одна русская так вот вопрос пошли света это нельзя бы не сделать чтобы занавеска меньше было нас видно было можно вот оператор настоящий лучше чтобы наша красивые это видно было так надо делать у меня папа армен зовут привет из белоруссии вы супер здоровья вам и всех земных благ у меня бабушка белорусска папина мама привет из питера песни привет всем дорогие мои на лисе завесили а сейчас уже слышно слава богу вот слышно а руси вы когда-нибудь хотели сесть за руль я села но это не моё и перевернула но это не моим я когда знакома люди руки этот руль пускаю привет и все это не мою я выросла сыновей и росла она любит чтобы его себя я люблю когда я как это королева сижу хорошо вас воспитала а руси и светлана добрый вечер вы такие классные добрый добрый дорогие мои привет из белиси привет привет из курска из минска всем привет добрый вечер дорогие мои все милые люблю вас не конечно мы ими час уже в эфир и ну тут чуть больше но всех вопросов не могли ответить а потом и вышли зашли чтобы поверь зависла вот сейчас старались у светки 35 светки очень светлая симпатичная света отец армянин отец мой тоже наполовину армянин и половину белорус поэтому она у меня метиска до привет света не устали жить ее жизнью чью чью жизнь и своей живу и и это моё привет из таджикистана вас и так хорошо видно светочка очень приятно красиво долгих вам лет всем жизни и вам не болеть у вас видно я хочу чтоб тебя тоже не это я хочу чтобы тебе видно было ты же у меня сегодня первый последний раз привет из тамбова в америку не приезжаешь скоро привет из казахстана привет из бельгии привет я так обожаю смотреть вас и все ваши рецепты как я вас привет вам из нью-йорка ох ты будете жить все вместе мы так живем все вместе и живем и нас никто не мешает привет из кину у нас есть что из цхинвала цхинвала привет 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 арусия у вас привели брови люблю вас брови это я нарисую и мне тоже а это ресницы какой красивый за 5 минут нарастила но это времени привет из барнаула добрый вечер санапы вам не чихай сильно лена говорит не чихай все упадут через один повторяйте света джан что вы ассортинация чтобы каждую минуту не спросили да надо так привет 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 дорогие мои всех люблю я вас всех люблю и обожаю если тем более мои подписчики я очень люблю привет из краснодара света водит машину да света лена все водит кроме меня но зачем я мамин водитель да да у нас и так водитель есть но света моя личная особая вместе живете правильно я новая невестка по-русски не знает моя новая невестка по-русски не знает а еще как знает она москве живет как не знает цвет не устала давай я подержу подожди 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 вот как издалека а просто за на войске там вот умничка чуть-чуть наверх поднили она видишь как нагнулась а вот так вот так отлично еще она так держала мы можем иди близко чуть-чуть иди сюда вот так я иду к она убежали так видно видно отлично правильно она новая невестка по-русски не знает новая невестка по-русски знает хорошо она думает она на армянском поэтому я буду у нее армянском учить а ну может чему-то где-то по-русски научу аруся не хочешь прийти ко мне в гости это где а тут не написали адрес так пресс ташкента света а вы себя больше какой нации вы себя больше относите ну раз я огораня значит уже армянка и мои дети армяне новая русская да так армавир мы вас любим какие вы есть не нужно худеть слышишь нет ну худеть как понять я не хочу девяносто это девяносто ну чуть-чуть надо худеть чтобы ноги хорошо что пошли для здоровья и они для красоты света ваш папа русский или мама сложный вопрос а зачем сложный мама русский папа полу русский у мамы больше русской крови да папа в основном белорусская и армянская кровь и немножко грузинская говорят да есть грузинские тоже они жили где ахатсхе ахатсхе моя тетя передает привет из Лермонтова привет привет тетя света привет света кто вы по гороскопу я по гороскопу лев мама рак так вот мы друг друга нашли привет когда говоришь о рак я оболну и рак вспоминаю нет ты у тебя знак зодиака рак да у меня знак зодиака лев да мама в год огненные лошади я в год огненного дракона вот и снежились два огненный да два огненных вот мы вам тут зажигаем с утра до вечера да здравствуйте дорогая цитя Русь так приятно вас слышать у светочки здравствуйте очень приятный голос и вообще она красавица вся в свекровь я это знаю мне часто говорят что у меня голос меняется но в зависимости от ситуации по настроению по настроению и у всех там у меня есть и командный голос тоже Вы так на меня не смотрите Да, когда кричит весь дом, это шумит Волос сильный Ну а как вы хотите троих детей воспитать? Без крика невариант Ну я сейчас меньше кричу, правда? Ну уже взрослые дети Все дети у нас хорошие, воспитанные И с Армайчиком невозможно было Покричать Арман, ты спишь? Арман Иди сюда Тебе хотят видеть Привет из Голландии Привет, дорогие мои Я вас всех люблю Смотрите, какой поцелуй я Иди сюда Вы курите, спрашивают? Нет, никто не курим Курение вредно для здоровья Это мой Арман Это мой младший внук Армайна сын Это Арманчик Ой, какие мы святостые Света, чуть-чуть поднимать нельзя? То опустили Вот так хотя бы Видишь, она не фиксирует так Моя любовь Брови смотрите, какой красивый Брежневский Ты меня любишь? Как любишь? И сколько? Сортит мирный Тоти, Нора Почему такие они сладкие? А почему ты меня любишь? Ты можешь сказать? Потому что ты меня обнимаешь всегда и любишь Только из-за этого меня любишь То, что я всех обнимаю И еще потому что ты очень красива Красиво Сортит мирным Сортит мирным Красиво Спасибо тебе Спасибо, Кенка Красавица Нарисованный мой внук У меня ни одной брови нет А у него такой красивый Я говорю Савода работала Хорошо, короче Привет из Орла Привет из Курска Я из Итка Привет из Беларуси Привет всем, дорогие Привет со станицей Сентукской Тут рядышком Уважаю вас Привет, привет Мы из Пятигорска Привет тоже вам Всем, всем пятигорчаны Как вы без меня Почему ты меня заблокировал? Я не вступал в бой Смотрю все твои видео А значит что-то неправильное Мы просто так не блокируем Просто так я не блокирую Значит сказали то, что не нужно, наверное Чтобы нервы не тратить Блокирую и давай до свидания А тогда извините Если вы уже узнали, где вы неправ Значит я разблокирую Так, привет из Ростова Шалом Шалом Тетя Аруся, Света Привет, мои родные Привет, привет, дорогие мои Отличные дети, внуки, невестки, зять Но это все за слуга тетя Аруся Все, спасибо вам большое Самое главное все красивые Зависит все в доме А фундамент у нас крепкий Железобетонный Я бы так сказала Правильно Привет из Ачмиатина Ой-ой-ой, земляки Она красавица, умничка Королева, уважаемый Привет, добрый вечер Передаем огромный привет из Воронежа Аруся, вы очень шикарная Спасибо, спасибо Очень хочу быть на вас похожей Желаем вам огромного здоровья Светочка Я впервые вас увидела вживую Вы Спасибо 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 Большой Привет из Ростова Добрый вечер из Сочи Привет из Армении Света Бери проценты за показ лица Да вы что Что, что Бери проценты за показ лица Нам, кстати, инстаграм не платит Это что такое за показ лица Это что говорят Объясни Ну, типа я вот показалась Я должна проценты какие-то взять Только с кого Боже мой Упаси господи Боже мой Это что такое Из Лермонтова Что за люди С Армении Из Лермонтова Пишите Что, Света У вас есть хобби Или увлечение Да, у меня хобби Я занимаюсь Одним блогером Зовут Арусь Кавказ Это мой самый любимый блогер И вот я делаю видео Всякие разные Монтирую Выставляю Она Самоучка Тоже не учила Все думают Когда к нам ходят люди Думают А где ваши операторы А где ваша лампа Папочка говорит Наша в душе Что, что вы видите Где ваш свет Где ваш свет Где ваш это Где ваш звук Мы один раз пригласили людей Для ютуба Цели грузовой машины Инструментом Я говорю Это куда они идут Это все к тебе Я говорю Почему А у нас вот одна Телефончик Вот И все На телефончик снимаем И все На телефон снимаем И ставим Для вас Уже поздно 11 ночи Ребят Представляете Ничего Привет из Брянска Привет Крепкого здоровья Вам Вашей большой семье Шалом Мне говорят Тетя Руся Известных людей Столько просмотра Нету Как у тебя Я хочу сказать Огромное вам спасибо И низкий поклон Всех моих просмотров Которые смотрят Это для меня Большая гордость Это я Мою жизнь Добавляйте Когда мне так говорят Я Рождаю еще раз Вот как объяснить Слова Не помешается Это для меня Это очень приятно Слова Когда мне говорят Тетя Руся Ты знаешь Людям так не смотрит Столько народ Ну тысяча Две Ну три А у тебя десять Я говорю Спасибо вам большое Значит у меня Какая-то тягость есть Что люди смотрят А Руся Такая веселая Всегда улыбчивая Радостная Поэтому и смотрят А вот смотрите Уже двенадцать часов Люди спят А у меня только Света Это как бы Я как только проснулся Привет из Франции Света иди сюда Привет девочки Из Татарстана Привет Привет дорогие мои Света поздравляю От Македония Что такое Македония Это страна такая А Македония Какая сегодня Красивая Шляпе Звезда Просто Спасибо За комплимент Привет из Кыргызстана Привет из Актобе Первый Но не последний раз Вы королевишны У вас красивая свекровь Привет из Франции Привет из Нью-Йорка Лермонтов на связи Я из Лермонтова Поэтому наши Лермонтовщане Очень Большой привет Да Смотрят нас Всем привет Ребят Всех моим Привет У меня очень много Родственников Вы знаете И все они очень разные И очень интересные люди Вот сегодня К нам пришли Обязательно выставлю У нас сегодня Были гости Потом покажем Врачи Из Адыгеи Привет Что за фирма Какая Из Владикавказа Из Волгограда Привет Так Привет из Израиля Светлана Сколько лет вы замужем 16 лет замужем Поздравляю с рождением Внука Спасибо Всего самого лучшего Спасибо Взаимно Так Руси Весело Привет Из Калининграда Чуть-чуть подними Совсем нагнулась Железка Что за железка Ну это видать Какое-то название Я вот Я читаю Про папу узнали Света Какой национальности мама Русская и Цыганка Еврейская Еврейская Нету цыганка Белорусская Есть мамы? Нету У мамы Еврейская кровь Есть И русские Еврейские и русские Русские украинцы У мамы Ой Казаки Казаки Да Есть Кубанские Какие вы хорошие Привет из Германии А вторая невестка Тоже с вами живет? Нет Они в Москве Ну мы часто Собираемся Нельзя ревновать Невестку Зачем ревновать? Салам алейкум С Ташкента Салам алейкум Привет девочки Аруся Обожаю тебя Как маленький Давидик Отлично Ой Это просто И невозможно Объяснить Сладкий конфетка Сейчас Через сорок дней Будем грызть Свекор и свекровь Не дают воспитывать детей Что делать? Почему? Такого быть невозможно Их воспитать Так Привет из России А мудрость из Арменчика Просто они это По ихнему Наверное Хотят воспитать Привет из Тбилиси Привет Привет Дорогие мои Привет всем Дорогие мои Извините Если я всем не отвечаю Молодец Все идет от взрослого Да Где вы живете? Мы живем в Петербург 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 так приезжайте ко мне в москву света ты строгая мама воспитания детей нет нормально не строга не слабая когда к нет строга и мирами нормально мы друг другу все понимаем у нас нету строго что нас нету слабость нормальная мама зачем строго они такие дети хорошие чтобы строго это я была строгая я палками била а здесь нету такое здесь а ты говоришь они понимают все дети привет тысячами атина привет как светочка познакомилась с вашим сыном я уже рассказывал нас познакомили общие знакомые привет мои родные я вас очень люблю каждый день с вами спасибо а почему мою песню не спела дорогая а какую песню у тебя молодцы а кто это спокойной ночи спокойной ночи кто спокойной если поздно да спокойной ночи дорогие мои конечно уже поздно но если еще люди вопросы есть задают чуть-чуть арусия не приедешь в гости где лена царукян спрашивает лена подруга на день рождения моя хорошая привет наверно нет а вот это не за на по что вы свет а что вы света показали то конечно вот рядом у меня света я малина она зеленая она уже зеленая листочки ты цветочки так гости в пятигор сгорит чего света джан чуть-чуть тебе покажи так арусия джан приезжай ко мне в гости весна я вас обожаю привет из нижнего дно города привет спасибо донецка ой я подумала что светлана вы дочь вы очень похожи очень спасибо за внимание дорогие мои спасибо привет из адыгеи и инсирю на невестка ловит из москвы это искренний настоящий красота вы обе очень красиво ранее моем здоровья арусия джан как зовут ничего не передела на доктора который делал вам блефоропластику облифа пересекали на виктор на фурманова да я тоже лев наконец-таки увидели свету красавица спасибо чем доброй ночи очень приятно света видеть я тоже лев и я лев это все это вот 10 это я читаю по очереди ваши вопросы поэтому немножко с опозданием мы разговаривали про знаки зодиака сейчас львы вышли на связь выпускаете больше рецептов у вас круто получается постараемся но не футблогеры сейчас пока готовить поэтому сильно рецепты не так это ну что что знаю то показываю а чтобы у кого-то взять и вам показать то что я готовлю то что я делаю всегда показываю дорогие мои ого по гороскопу арусия лошадь и рак как и я очень много напарников у нас здесь здравствуйте света и арусия привет из владикавказа поздравляю с миллионом спасибо рождения внучка ждем вас в гости у нас так много новостей хороших было да да и подряд все спасибо огромное вам спасибо всем за такие внимания дорогие мои я не знаю как я я как хочу показать что я очень очень благодарна просто наверное не так могу вера вера жить как я хочу спасибо сказать вот просто огромное всем спасибо за такое внимание у меня это слов нету сочи узбекистан все здесь привет всем привет я из дагестана приезжайте в израиль здравствуйте я тоже из очми атина меня зовут арусяк но живу в волгограде ухты привет из греции привет из шахт это раз ростов рядом с ростовом там по моему красавчик какой сладенький это видишь а про романтика который был мирный но вот брожник брежневский да но такой это похоже тебе красавчик малыш красавчик и на папы и на мамы наши дети все пополам да так потом что аруся муж у вас есть нету значит хорошо не следили из адыгей состаны какой хороший мальчик привет с узбекистана вам большой привет из крымска бывают и у вас ссоры в основном нет ну такое нету привет из из синтуки привет из пятигорска шалом из бруклина привет из белгорода привет из абхазии дагестана пятигорска привет так раз и по-армянски я читать не умею вот тут по-армянски что написано ой пока еще не знаю когда приедешь в армии такие планы еще нету потому что везде приглашать я вот сама растерялась куда идти не знаю туда иду свои и сюда иду свои пока середина привет из швеции бог храни вашу семью и войска ваша тоже дорогие мои привет из москвы саратов привет привет челябинск пятигорск дагестан слушай еще 9000 я хочу чтобы меньше стали людей чтобы не надоедать сказать до свидания сказать огромное вам спасибо я свое слово держала показала мою принцессу моя светлана так что кто видела сегодня счастливый человек а насчет то что когда был миллион подарок и я еще первый раз я такое не знаю но я надеюсь это организует позвонит и на карту деньги отправлю девочки девочку который миллионный человек который округляла миллион сейчас конечно больше но я просто от души хотела это делать сделаем и потом вам скажем кто эта девочка у нас уже есть не уже переписал света сказала где вы живете только где вы живете она еще не в курсе она еще не в курсе но мы скажем если какая помада у вас у меня родились секретом 3 в одном я размещала но они такие вот такие ну как это не мажется да не мажется так про помаду прочитала привет из чуваши настоясь света светочка красавица аруся настоящая как есть есть мы никогда москве видели и говорит тетя руся ты здесь такая не такая полная как выглядишь экрана я говорю ну естественно в экране показывает более широкий атака не миниатюрная но пойдет хорошо что железобетонный прилетят скоро ракеты и бомбы будет куда бежать ну если наша судьбу так написано никуда не убежать где люди там и не что сказать ничего единственные что ли или я должна одна жить чтобы это на свете да привет из адлера ну давай скажем до свидания света людям спокойней ночи пожелать баю баю вот не дают пообщаться давайте пока еще все нормально расходим по домам спокойней ночи споем давай давай это моя любимая передача в детстве во я всегда сейчас посмотрим мы со светом и ночи малыши давай баю баю должны все люди ночью спал баю 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 завтра будет день на пять за день мы устали мочи скажем всем спокойной ночи мы Субтитры создавал DimaTorzok